Все должно быть обговорено заранее, как я считаю, зависит тоже от финансов. Как говорится, готовь сани летом. Все спонтанно происходит, далеко не выезжаем на природу, за Волгой, в лес, собираемся и поехали. Чаще всего там, где еще не были. Время от времени возвращаемся там, где уже были. Например, в Кисловодске мы уже раза три были, в этом году опять возвращались туда. Можно и спонтанно, абсолютно. То есть, допустим, если понравилось какое-то предложение, то взять билеты на самолет и улететь завтра. А можно спланировать заранее, месяца за три, выбрать отель, перелет, решить, что будем делать на месте, чтобы было интересно всем и в то же время не устать от отдыха. Исходя из расчета бюджета и общего свободного времени, также нужно обсудить то, кто, чем хочет заняться во время отпуска, куда хотят поехать и так далее. В целом, то бишь, обсудить пожелания по отпуску, возможности и так далее. Я думаю, наверное, надо решать совместно, чтобы не было разногласий, кому что где нравится. Мне кажется, у каждой семьи уже есть какое-то свое место, где они постоянно отдыхают и куда периодически тянет. Вот я так думаю. Все члены семьи высказывают свое мнение, пожелания и находятся в прикосновении, как-то вот что-то общее и выбирают. Я думаю, они должны планировать свой отпуск именно всеми членами семьи обязательно. Они должны его согласовать, даже с маленькими детками, даже если они умеют разговаривать. То ли это будет море, то ли это будут горы, то ли это будет наша замечательная Волга, то ли турбаза, то ли другие места. Должно быть с семьей все согласовано.